В бюджет города пришел первый транш в этом году. Почти 800 миллионов. Средства будут направлены на финансирование объектов социальной сферы. 2,7 миллиона рублей пойдут на благоустройство дворовых территорий. 3 с лишним миллиона на проектно-изыскательные работы по строительству школы номер 28 в Мервино. За счет остатков средств на счете бюджета по состоянию на 1 января 2012 года увеличивается ассигнование на 45,5 миллионов рублей. В том числе 10,3 миллиона рублей на благоустройство территории, прилегающей к фонтану, расположенной в районе дома 49 по Московскому шоссе. 8,8 миллиона рублей на реализацию проектов местных инициатив. В связи с перевыполнением в прошлом году плана по доходам, формирующим муниципальный дорожный фонд, на проектно-изыскательные работы по ремонту дорог предусмотрено более 5 миллионов рублей. Также депутаты поддержали предлагаемые изменения в решении Думы, касающиеся стоимости льготного проездного. Ранее стоимость 365 рублей была установлена для трех категорий граждан – пенсионеров, родителей из многодетных семей и вводов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Теперь льготами смогут воспользоваться мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины 55 лет. Изменения внесены в генплан города. На Московском шоссе в районе дома номер 65Б планируется строительство колокольни дополнительно к храмовому комплексу. Для этого территорию будут переводить из зоны озеленения специального назначения на зону прочих обслуживающих и деловых объектов. Также депутаты утвердили дополнение генплана схемами размещения общеобразовательных школ и детских садов. На чертежах появятся как существующие, в том числе подлежащие реконструкции, так и планируемые объекты. Изменения позволят получить софинансирование для строительства школ и детских садов за счет средств федерального бюджета в рамках государственных программ развития образования. Тема очистки города от снега стала основной на заседании депутатского часа. Исполняющий обязанности заместителя главы города Игорь Ковалев ответил на вопросы депутатов. Их было порядка 20. Они касались организации работы, дирекции благоустройства города. В связи с обильными снегопадами и перепадами температур в текущем году дирекции заключены контракты на уборку тротуаров от наледей и снега, которых я сказал. Силами подрядных организаций очищено более 32 тысяч квадратных метров тротуаров от наледей и более 83 тысяч квадратных метров от снега. Как отметил Игорь Ковалев, вопросам уборки города зимой будет уделяться повышенное внимание. Например, в этом году запланирована покупка дополнительной техники для дирекции благоустройства.